физкульт привет друзья и ученики все вы прекрасно знаете и понимаете важность соблюдения техники в любых упражнениях про становые тяги и приседания и заикаться не стоит ведь я во всех своих роликах и статьях твержу об этом постоянно и наверняка натер вам уже мозоли на ушах себе на языке так точно говорю постоянно о необходимости соблюдения ровной спины во время упражнений а что такое ровная спина это сохранение всех естественных прогибов и изгибов не допускать перри прогибов и переизгибов если можно так выразиться особенно это важно и я это подчеркиваю постоянно о держании спины в грудном и поясничном отделах позвоночника во время становой и приседа сегодня я вам расскажу и покажу о вспомогательных движениях упражнениях помогающих нам в этом важном деле для каждого из этих отделов позвоночника для того чтобы держать спину ровно в грудном отделе достаточно всего лишь держать лопатки сведенными вместе в приседаниях это не вызовет никаких проблем и сложностей в становой будет посложнее упражнениями помогающими в этом деле будут служить все упражнения направленные на прокачку грудных мышц ведь все мы с вами прекрасно знаем что для того чтобы нагрузка попала исключительно в грудные мышцы необходимо держать лопатки сведенными вместе на протяжении всего упражнения от первого до последнего повтора также будут полезны упражнения для широчайших мышц спины ведь когда мы тянем блок горизонтальный или вертикальный мы должны в нижней части амплитуды усилием воли сводить лопатки до хруста костей только тогда вы можете быть уверенными на сто процентов что работают именно широчайшие мышцы спины и нагрузка попадает целиком и полностью в них это касается всех упражнений и со штангой и с гантелями иногда вы можете опробовать такой прием держать лопатки сведенными вместе во время всего движения а не только в нижней его амплитуде как и в упражнениях для грудных вы убедитесь насколько по другому качественнее лучше прочувствуете работу широчайших мышц естественно необходимо будет понизить рабочие веса для нижнего отдела позвоночника необходимо выполнять следующие упражнения русские наклоны это когда ваши ноги закреплены в районе стоп а вы стоите на коленях наклоняетесь вперед и поднимаетесь обратно вертикальное положение данное упражнение шикарно грузит бицепс бедра можно сказать что она лучшее на данную мышечную группу помимо того что вам будет легче работать в становой тяге так как спину в поясничном отделе держать будет легче за счет усиления мышц бицепса бедра так и в приседе ваши показатели в рабочих весах увеличатся до 20 процентов я больше не знаю ничего кроме анаболических стероидов чтобы также усиленно увеличила рабочие веса в приседе следующее упражнение гиперэкстензии не путать с экстензиями спины когда закреплены ноги а двигается корпус гиперэкстензии это когда корпус закреплен а двигаются ноги это самое важное упражнение для поясничного отдела так как она единственная укрепляет мышцы необходимые нам для здоровья позвоночника одновременно оказывает декомпрессионное воздействие на сами позвонки все остальные движения стоя сидя и даже полулежа действуют исключительно компрессионно воздействуя на позвоночник данный станок придумал великий пауэрлифтер и она есть в любом уважающим себя и своих клиентов зале в лифтерских так практически во всех я встречал даже самодельные конструкции которые очень легко и просто сварить с его помощью вы не только сохраните здоровым свой позвоночник но и сможете восстановить его если у вас уже есть какие-либо проблемы в поясничном его отделе будь то грыжи или протрузии настоятельно рекомендую всеми возможными и невозможными способами найти возможность чтобы делать гиперэкстензии мне уже несколько ребят сообщили что смогли убедить руководство и владельцев своих клубов в их приобретений если у вас не получится то находите способы как можно заменить этот станок к примеру большой фитбол или высокая лавка гимнастический козел следующее упражнение это экстензии да и это тот вид движения который также полезен чтобы не говорили врачи или другие умники теоретики я на своей шкуре испытал его полезность и после серьезных травм смог вернуться в приседания и становые тяги за 200 килограмм нужно все делать с умом плавно и постепенно увеличивая нагрузки и интенсивность не забывайте что есть три варианта выполнения экстензии на моем канале вы видели все эти три варианта кто не видел настоятельно рекомендую ознакомиться это важная полезная информация для вас и для ваших учеников если вы являетесь фитнес инструктором или тренером важно понимать разницу между экстензиями и гиперэкстензиями здесь хочу еще сделать маленькую ссылочку на то нужно ли тренироваться через боль ребята если у вас какие-то серьезные проблемы через боль тренироваться нельзя но что такое тренироваться через боль это когда вы доходите до того момента когда боль усиливается и вы пытаетесь преодолеть этот момент вот этого делать не нужно но если у вас более если у вас серьезные боли то необходимо выполнять как экстензии так и гиперэкстензии естественно делая мою гимнастику которая есть уже не в одном ролике на данном канале и отличие от всех других блогеров врачей или просто советчиков я сам прошел через это все именно три этих фактора моя гимнастика условно моя я взял ее из упражнений из йоги экстензии и гиперэкстензии когда у вас боли тренируйтесь тренируйтесь в той амплитуде которая не вызывает усиление боли но если боль чувствуется вы можете и вы должны работать потому что только через движение вы избавитесь от этой боли но это отступление у меня очень много статей и видео об этом на статье я дам ссылки в описании к данному ролику и вы сможете ознакомиться с моим личным опытом как я преодолел это все следующее упражнение для укрепления спины это good morning или с добрым утром это отличное упражнение и при правильном использовании не стремлении ставить силовые рекорды она вам поможет держать спину идеально в становой тяги и в нижней позиции приседаний увеличив способность поясницы не клевать во время глубокого приседа самое главное повторюсь не старайтесь работать с большим весом уделите внимание техники это прекрасное упражнение которое поможет вам также избавляться и от боли главное понять как его делать не нужно делать наклонов хоть и может показаться на первый взгляд что это упражнение состоит из наклонов нет данное упражнение как и румынская тяга будет направлена на отведение таза назад до за счет максимального отведения таза назад происходит наклон и в good morning и в румынской тяги но никак делает большинство делая наклон пытаясь увести таз назад это неправильно повторяю уводите таз максимально возможно назад за счет этого должен получаться наклон следующее упражнение это румынская тяга все что касалось good morning касается и румынской тяги еще многие называют эту тягу на прямых ногах но я этого не делаю ибо это вводит многих в заблуждение ни в коем случае нельзя делать данное упражнение на полностью прямых ногах если вы обеспокоены здоровьем поясничного отдела позвоночника и тем более если у вас уже есть какие-либо проблемы румынская тяга при неправильном выполнении при чрезмерных весах будет гораздо опаснее чем мертвая тяга отнеситесь к данной информации серьезно и вы не только улучшите свои тренировки в плане техники и силовых показателей но и сохраните свое здоровье здоровье своего позвоночника без которого не важны не сила и не масса и не забывайте изречение древних китайских японских восточных философов и спортсменов которая звучит так позвоночник гибок тело молодо обязательно следите за растяжкой растягивайте все отделы позвоночника как растягивать шейный отдел и поясничный есть видео на моем канале как растягивать грудной видео планируется но вы также можете погуглить и найти специальные упражнения из йоги которые являются основой для работы с позвоночником не забывайте о важности правильного дыхания я всегда стараюсь дать вам материал в таком виде чтобы вы спокойно могли сами ориентироваться во всем и составлять себе программы для тех же кому лень или нет времени разбираться во всем этом пишите мне в личку в контакт и я составлю вам подробный план тренинга и питания если конечно будет время и будет место в рядах моих учеников подскажу когда и как делать кардио и какое это один из видов моего дохода не самый главный не основной но напоминаю что изучая мои видео уроки и статьи вы можете самостоятельно делать все это не забывайте что море бесплатной информации по тренингу и питанию вы можете найти в моем сайте ссылку на который я дам в описании к видео в моей открытой группе вконтакте на видео канале который вы сейчас смотрите и в инстаграм эйч эм джин удачи всем ребята здоровья увидимся в тренажерном зале следи за техникой и будешь всегда здоров и силен это основа залог база долгих грамотных тренировок это канал хэви метал джин специально для вас если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы пишите их комментариях я на все отвечаю а с вами ребята мы увидимся в тренажерном зале всем пока